Музыка А вот вы признаете, что вы можете простить измену? Это как? Измены бывают разные. Да? Да. Если мужчина из-за своей физиологии обратил внимание на другую женщину... Ну, по пьянке типа. Да, например, по пьянке. Ничего страшного. Я не могу простить измену. Никогда бы не простила. Честное слово. Алис, это в 50 лет женщина может так рассуждать, проживя с мужем 30 лет. Да, у меня есть сюрприз для жениха. Я бы хотела станцевать бразильский танец Капуэра. Он является олицетворением энергичности, чувственности и грации. Предварительно я бы хотела вас всех угостить итальянским десертом, который называется панакота. Его я сделала сама. Попробую и насладись. Сейчас мне поможет мой друг Александр. Лучший бутерброд с колбасой. Панакота тоже неплохо. А что это такое панакот? Это молоко с желе с этим самым... Оно диетическое? Да, диетическое. Это молоко на основе молока. Ладно. Что ли тебе с ним комфортно? Если он водил ее туда-сюда, покупал и то, и все, значит, он хороший человек. Так обсуждают многие женщины. Вот как у Женечки история с этим миллиончиком, понимаете? Поэтому вы, дорогой мой, либо вы встречаете ровню, которая так же надорвалась уже в этой жизни, и вы вместе счастливо за ручку, так по храму вы идете по Европе, понимаете? А когда вы такую козу 26-летнюю берете, у которой татушки, и она вся глаз горит, понимаете, не надорвитесь? Ну, конечно, она пылесосит, начнет вот с такими формами, скажешь, что я потом... Лучше я встану пораньше сам про пылесосу, а то у меня мысли будет только о другом случае. Правильно рассуждаете. Молодая жена такая пылесосит. Хорошо. Хочется посмотреть на себя. Жена работала? Да. Жена не работала, да, и мама не работала. И они вдвоем две подружки спелись там. Да, они спелись очень. И ходили искали женихов. Слушайте, вы так все хорошо рассказываете. Молодцы, девчонки. Действительно, так и есть. В возраст он же... Да, когда я приходил домой, он мне говорил, что ой, а я с мамой разговариваю с твоей. Я думал, ну какая прелесть, думаю, с мамой разговаривать. Как все замечательно. А девчонки уже там пивка с сосисочкой закатили. Ну, нет, ну, нет, ну, нет, прям так ушутрировано. С Сиринской. Ну, нет, наверное, так не было. Ну, вот. Ну, не под сосисочку, а под шампанское там. Ну, смотри, кто пассажир, понимаете. Нас же учитывают их вкусы. И вот вы с папанькой, с детем. Да, да, да. Не, надо, ребят, это поручение, надо круг уже как-то уже обрезать, да, ворвать, чтобы пацан не унаследовал. Да, и получилось так, что вот как бы она вот этим всем занималась. Я бы, может, и хотел бы кого-то там найти, но в Германии найти кого-то. Зато она нашла возможность к полиции подойти и сказать, что вы ее... Что вы там с ней сделали с трубой-то от пылесоса? Да, был такой случай интересный. Мужчина, когда возвращается домой голодный, он так, ну, злой бывает, вот. А когда он приходит еще и не убранно в квартире, то есть идешь по ковру так, а там просто прям крошки такие от хлеба, то есть вот так вот. Да, и, ну, вот смотришь на этот общий бардак, то есть я пришел, то есть все вот это вижу, я говорю, слушай, ну ты хоть приготовь немножко, я голодный. Он говорит, слушай, тебе надо, ты и готовь. То есть бывает такое уже, когда человек, человек, хотят просто избавиться, уже начинает просто уже, ну, таким образом хамить. Потом, слушай, ну ты хоть бы убралась, говорю, хоть бы пропылесосила. Тебе надо, ты и пылесось. Бедный мужик, сам приготовить не может. Да, стал бы йогурт, открыл бы, съел банан. Вы, которые прощали ей измены, она тащила грязь в семью, и вдруг вы ей говорите, ну ты бы хоть пропылесосила, понимаешь? А она думает, он что, с дуба рухнул, и какой пылесосила. А ты что, сам не можешь, и рога мешает, или чего? Бедный мужик, она мучилась. Она его жестко дала. Об вас вытирали ноги, а вы с удовольствием ложились для того, чтобы ей было удобнее об вас вытереть ноги. Да, да. И когда вы нигде не выдержали, и так ее легонечко по голове, так шмяк... Нет, не по голове, а по спине, да. И она быстро раз в участок полицейский, они не стали разбираться. Там немножечко это по-другому делается, да. И вас, в чем мама родила, с зубной щитой. Ну, это существенные претензии. Все-таки 43 года, 43 года, как-то несерьезно. Нет, мне это, девчонки, мне нравится, жена, которая вытирала ноги, изменяла в открытую, ни во что не ставила, и вы после этого говорите, что у нее татушки, ее коломаны. Даже если у нее будут жабра и хвост, понимаешь, вы после того должны, когда Агнице протянуть к ней, с кем вы пришли. Я пришел со своими друзьями Олегом и Екатериной. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Александр, 29 лет. Врач-стоматолог. Гордится своим профессиональным мастерством. Мечтает, чтобы его дочь стала актрисой. Предупреждает, что не любит носить рубашки и галстуки. Признается, что теряет голову от ярких женщин высокого роста. Александр простил жене измену с пластическим хирургом. Закрыл глаза на любовную интригу с фитнес-тренером. Но когда узнал о романе с партнером по бизнесу, его терпение лопнуло. Надеется, что Евгения не заставит его страдать. Знакомьтесь, еще один представитель, которому можно сесть на шею, болтать ногами, при этом закрывать глаза, щелкать от их понос. Он будет вести, если вы при этом высокая, яркая и молодая. Вам это нравится, вас это возбуждает, гадов. Смотри, ты не выдержала прямо, да? Выдержала. Почему? Объясните, почему? Простил это, просил то. Это было раньше. Просто любишь человека, и это невозможно объяснить. Поэтому, когда вы желаете, вы на все закрываете. Вам даже это нравится. Сидеть, курить и говорить, моя там еще не приехала. И прятаться, потому что она приехала. Я очень люблю красивую женщину, но я люблю одну красивую женщину, чтобы была она одна. Да, да. Потому что на одну тоже надо накопить, на красивую. Короче. Да, не вопрос. Не вопрос. Зубы-то, она зубы. Да, скажите, давайте про вашу бывшую. Кстати, вы родной брат бывшей? Нет, не нормально. Двоюродной. 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 Ты полностью меня. Ничего, мы все равно сейчас будем о ней говорить всю правду. Да говорите, что хотите. Она моя сестра, ее люблю. А он мой друг, я его тоже не знаю. Ой, не согласна, друзья. Значит, так и было. Полюбли женского. Да, я не был женат. Я жил все 10 лет вместе, рука об руку, но не был женат. Почему? Потому что я не чувствовал, чтобы быть женатым, нужно... Нужно что? Нужно что-то... Я не знаю, как это сказать. Порядочная нужна. Да. Но это не мешало ребеночка сделать, да? Да. Это не мешало. А что, он просил, что ли? Я стоял за ребенка горой и просто со слезами на глазах просил, чтобы его оставили. И просил тещу, когда она будет держать ребенка на руках, она попросит у меня прощения. Она говорит, слушай ты, прыщ, ты женись сначала на моей дочери, а потом уж рассусоливать здесь, да? А вы сказали, не для ее цвету, вот, чтобы звать его так колотить. Потому что я хочу стать зубным архитектором. Слушай, я чувствую, что ты близко к тексту прямо. Нет, близко к тексту, но я хотел, чтобы моя дочь и моя жена будущая не имели ничего, кроме дохода и всего остального. Да хорошо, сначала нужно жениться. Почему же не жениться? У ребенка чья фамилия? Моя. В данный момент моя. Почему не женился? Это сложно сказать, потому что что-то препятствовало изнутри. У него нет мужского характера, он не мужчина, он так просто вот. Он даже говорит, как не мужчина. Ну, я любил всем сердцем, и я всегда это говорил. А доченька с вами? Да, дочь живет со мной два с половиной года. А там, значит, она так и ушла гулять дальше. У нее другой парень сейчас. Да ничего не ушла, она с ребенком тоже видится, что начинается история. Она видится, да. Но дочь живет со мной и с моей мамой. Дочь живет с ней с мамой какое-то время. Потом она живет с тобой. Девочки сколько сейчас? Она живет со мной и берет ее на выходные. Девочки сколько сейчас? Ей пять с половиной лет. Я ее взял, когда мне позвонила теща и сказала, почему я должна содержать твоего ребенка. Я приехал и в тот же день забрал все, включая фотоальбом. А жена-то где зажигала в это время? Включая фотоальбом. Жены не было дома. А где она зажигала, ее не было? Я не знаю. У нас все было нормально. Она просто, я не знаю, как это объяснить, но она может притягивать. Вот просто поманите, и я пойду. Вот так это было до какого-то периода. Высокая была? Яркая? Да, высокая, яркая. С большими глазами. С морозительными глазами. Кстати, я мужчина вас презираю, вот честно. Почему? За пять лет я не говорила, потому что нельзя идти на поводу своего вот этого... Так я не иду на поводу у кого-то. Вы бежите впереди по работе, потому что у вас... Инстинкт, у вас кроме вот этого гормона, который вам разбивает хребет. Прекодим, человек. И слава тебе, Господи! Пока не нас хотят, у нас сила в руках. Вот так. Ну, стоят за наши выпуклы. Нет. Что пока нас хотят? У нас сила в руках. Да, это точно. Тогда для чего все эти разговоры? Не знаю, о каком-то душевном тепле. Я спрошу, умеете ли вы готовить? А на что вы способны? Вам все равно. Послушайте меня, пожалуйста. Это один человек. Как мне может быть все равно, если вокруг одного человека, если я создаю тепло, уют, я работаю на двух работах вокруг него, я снимаю квартиру. Вокруг одного человека и свое ребенок. А ей на вас плевать. Она вам изменяет со всеми. А кто не грешен? Я. Ой, да ладно вам. А кто не грешен? А кто не грешен? Мне это нравится. С таким подходом, кто не грешен, что смысл тогда? Жениться. Вот если у вас будет выбор, жить с высокой, яркой красавицей, с большим интеллектом, ну, как вы показали, или с невысокой, не такой уж красавицей, и с не таким уж большим достоинством, но с очень хорошим человеком. Я прихожу в кафе, и когда у всех парней текут слюни рядом, сидячих, я чувствую себя комфортно. Скажите, это из-за чего? Потому что вы невысокого роста, потому что вы невзрачный. Я не знаю, из-за чего. Объясните, почему вам это нужно? Вы невзрачный, вы невысокого роста, и у вас еще в голове мусор. Может быть. Все, сегодня все попали под рост. Да, так вот я вам задала вопрос. Вы будете с той, на которую ведутся мужчины? Я буду с такой, на которую ведутся мужчины. Да, понятно. Желаю вам до гробовой доски страдать. Под вас им очень удобно вытирать ноги, потому что вы удобны для этого. Покажите сюрприз. Женечка, я знаю, что ты хотел бы побывать в Рио-де-Жанейро, и я хотел бы окунуть тебя в этот мир немножко. Какой-то гибкий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Ну как, Саш? Хорошо было. Бедный Сашка не знал, куда смотреть. На вашу грудь или на попке этих девчонок. И он прямо, я видела, что у него вот, думаю, сейчас астегматизм. Он такой разовьется, несчастный. С бывшей подругой твоего мужа. Я помогу всех. И начинают ее нахваливать, что, оказывается, Наташенька была лучше, чем вы, Ларисочка. Понимаешь, глупости таких, чтобы их не было. Мы поможем всем. А насчет швабры там, Кость, что там, я не поняла-то. Дело в том, что она ушла, как говорится, но забрала вещи, это нормально, да, человеку уже. Ну, когда хватили, что нет швабры в доме. И ершик, и ершик, а то ли это, да. Да, дурачки, вы же не поняли. Вы не поняли, она ж на этой швабре улетела. А ершик у нее был, как знамя, о чем вы, ну как бы она по-другому это смогла? С ершиком, да, Андрея Дамыстров, но швабры реально нет. Да, улетела. На швабре. Ну, а на чем улетают? Такие девушки, которые курят, пьют, а мытелит. Кстати, это была не швабра, это была метла. Не надо слишком. Поэтому ей легкие, если она сейчас на Достанкино где-то кружится, давайте ей помашемся одновременно. В определенный момент у меня случилось немножко неполадки на работе, у меня было плохое настроение, и он звонит в очередной раз и приглашает меня составить ему компанию отдохнуть с ним на Курильских островах. Я махнула рукой, говорю, а, хорошо. А вы с ним встречались в обычной жизни или только общались по интернету? До нашего знакомства в аэропорту мы с ним не встречались в обычной жизни. А как можно было согласиться поехать на Курилы? Он бы вас там мог и закопать, например. Ну, я общалась с человеком по телефону, я общалась с ним по скайпу, я имела представление. А паспорт смотрели? Паспорт нет, не смотрели. Пробивали по базе, может, маньяк? Вот это подобрали нам сегодня невесту. Мне моя интуиция очень предсказала, что нужно ехать. Вы с ним поехали, поселились в одном номере. Да, это был корабль, мы жили в одной каюте. Но доступ к телу был запрещен. Доступ к телу был запрещен. А сколько ему было лет? Ему 40 лет было на тот момент. И вы еще сказали, только не приставай. А он что? Верно, я сказала. 40-летний мужик. Да, опытный. Кормил, каил. И что? На третий день пребывания нашего в каюте он мне подарил кольцо и признался в любви. На что я очень испугалась. Сказала ему, ну, хорошо. И отложила кольцо. Два дня думал, дарить не дарить. Бывают такие отношения? Нет. Потом выяснила, кольцо было... Не с бриллиантами. С семью бриллиантами. Да. О, рода. Ну, в общем, у вас ничего не получилось. Ничего не было, да. Я ему сказала, что если ты хочешь со мной общаться дальше, если ты хочешь меня видеть... А вы как к нему обращались? Тятенька? Если вы хотите, тятенька, меня увидеть в Москве еще, то вы, тятенька, можете мне... Как, я не знаю, с дедушкой 40-летним. И вот вы... у вас полтонические отношения, и он вам предлагает вместе жить. Это было спустя почти год. И вы говорите, ну, ладно. Нет, он сказал, что... А почему на Мальдивы-то с ним не поехали, когда он предлагал? Сказали, нет, только на Курилы второе. На Мальдивы я не согласилась с ним ехать. Значит, вы отказываетесь лететь на Мальдивы, но предложил он вам съехаться, и вы согласились. Да, я согласилась. Правда, одно условие он поставил, что пополам платим. Да, пополам платили за квартиру. А что же ему, в 40 лет он не нажил здесь ничего? Это меня тоже вело на определенные мысли. Я думаю, как так? Мужчина приглашает меня на Курилы, потом приглашает на Мальдивы. И не может оплатить квартиру. Он был разведен, но у него есть ребенок. И вот однажды вы встретили молодого человека. Фотограф он был? Да, я познакомилась на съемочной площадке с фотографом. Тот приходил ко мне много раз в гости. В подъезде сидела консьержка, которая очень много любила поговорить. И рассказала мужчине, с которым я жила, о том, что ко мне ходит другой мужчина. Ну, вообще, это как-то не по-пацански. Вы живете с одним мужчиной, а в гости приглашаете вас. Она же сама оплачивала. Она оплачивала? Понятно. Так вы спали на вашей стороне кровати? Мы спали в другой комнате. Ну, хорошо, ладно. И вот он узнал. Да, он узнал, что ко мне приходит другой. Он мне либо собираю вещи, либо у тебя будут проблемы. Я не стала перечить и просто развернулась и ушла. Мужчина правильно сказал. Либо собираю вещи, либо... Правильно сделал. Молодец. А тут фотограф вас не приютил? Мой же журюбов сфотографировал. Это безусловно, конечно. Какое-то время мы пожили с ним вместе, да. Ну, тоже отношения не сложились по той причине, что он меня обвинял в потребительстве. Обвинял, что я не способна ему открыться. Ну, и тоже пришлось расстаться. А вы потребительница? Ну, так же не бывает с воздуха вдруг такое обвинение? Ну, просто когда я хочу на море, я хочу лететь на море. А если мужчина говорит мне, ну, нет. Ну, и нет. Естественно, такой мужчина обвинит в потребительстве, который не может позволить свозить свою девушку на море. Идите сюда, мы хорошие. Дальше отношения. Почему вы не вместе с ней? Все хорошо. Бизнес, который вы помогли открыть, не прогорел. Надо жениться был сразу. Конечно. Брать с преданным. Почему не делали предложение? Сразу, потому что, ну, мне тогда важно было, чтобы я чего-то в жизни добился. Потому что... А что, стали переживать из-за того, что она вас переплюнула? Нет. Я просто... Ну, что тогда? Она стала вас оскорблять, унижать, попрекать. Такое началось. Да? А что, в какой форме? Ну, в форме, я же тебе говорила, или, а вот он такой, а ты такой. Сравнивала вас, да, с более успешными мужчинами? Да, с более успешными мужчинами. А вы ей в ответ что? Да ты на себя посмотри, вспомни, где я тебя подобрал, да, под забором. Нет, я такого не говорил. Нет, потому что мне все мои предыдущие мужья обещали, что я сдохну под забором. Почему-то. Такого не было, и просто я уходил побыть. Я хочу видеть девушку, которая будет вдохновлять меня. Потому что я знаю, что... На что? Вдохновлять на какие-то большие достижения, большие, которые, чем есть сейчас. Вы знаете, чем можно вдохновиться? Да. Когда вы приходите домой, дома не карташины, не макаронины. Ребенок орет, жена вся растрепана, потому что нет шампуня приличного. Дверь открыта, потому что замок сломан, а не на что вставить новый. Вот тогда вас может вдохновить, чтобы пойти и где-то заработать. А все вот это вот остальное, что муза ходит вот такая прекрасная, она может только вас вдохновить на поход в спальню, понимаете? Валерий, вы руководитель компании по организации тренингов и семинаров. Да. Вот для меня это люди бла-бла-бла, это значит, лишь бы не работать. Вы заканчиваете какие-то курсы по психологии и так далее. То есть, лиши вас всех этих людей, которые вам приносят деньги. Вы сами по себе ничего не умеете. Вот я с такой подозрительностью отношусь. Это ваше было? Это ваше было. Серьезные отношения были. Мы учились вместе в институте. Это был мой друг. Ну, как бы мы дружили очень хорошо. Это был мой друг. Да, да. И, ну, как бы потом на Новый год был корпоратив. Ну, да. И когда вы уже завтракали вместе, то поняли, что уже и не друг. Нет, целовались где-то, наверное, да, наличные где-нибудь площадки. Да. Ну, понятное дело. Как вы догадались? Да, вот так, а кто этого не делал, боже мой? Потом еще пьяный, рыдал на груди и рассказывал, нибудь... Ты знаешь, что это было жирно? Да. А он пожалел? Ну, да, пожалел. Он очень добрый. Жалелкой пожалел. Долго жалел? Ну, где-то полтора года мы были вместе. Ух ты. И что? На тот момент он был женатый. Они очень жалостливые, кстати, женатые. Гораздо жалостливые, чем они женатые. Они, главное, потом и жену свою не перестают жалеть, потому что рассказывают, что она больная, лежит в больнице, без него она сгинет, умрет, потому что беспомощная. Поэтому, если девочки хотите жалости, ищите женатых. У нас женатые девочки с помолвленными. Мне кажется, она все прекрасно понимала, знаете, это... Просто не хотела верить. Да, это волчонок в вечной шкуре, знаешь. Хотели, чтобы он ушел из семьи? Ну, честно, да. Как бы такая женская собственность. Ну, не собственность, а... Только поэтому? Правильно, женская собственность. Что только поэтому? Хотела, чтобы он ушел. Ну, потому что это мое уже стало. А если мое, то должно быть рядышком. Нет, дорогая моя, ее это когда штамп в паспорте. Вот это ее. Он не ушел из семьи? Он ушел из семьи. Он как бы оставил квартиру, машину, дочку. Все оставил. А потом вы стали замечать, что он к рюмочке неравнодушен, да? Ну, каждый, наверное, выпивает как бы по праздникам, да? Ну, просто я потом стала замечать, что когда он выпивает... Агрессивный? Очень агрессивный становится, неадекватный. А он выпивал и бесился, потому что чувствовал себя виноватым перед прошлой семьей. Не влезайте, девчонки, если не ваши. Ограничьтесь вот этими нетрезвыми поцелуями на корпоративах. Ну, когда вот мы с ним общались как друзья, он все время жаловался на свою жену. Боже мой, ну а как вы хотите? Кто из них не жалует? Ну, это же классики жанра, ребят. Ну, о чем вы? То есть так же, как женщины жалуются? Мне дошли слухи, что вы в прошлый раз были оклеветаны. Если бы я изначально знала, что, понимала, что передо мной будет вот это, я бы никогда не пришла. Я так-то не гулящий человек, да? Поэтому... У меня вообще с чувством юмора, с какой-то стороны плохо, заявляю это всем. Ну, 90% населения этой страны это поняли. Мне всегда жалко слабых. А ваша подруга слаба, это нужно осознавать. Вы все время перебиваете и бычите. Понимаете? То есть вы бычите элегантно. Я просто хочу раз и навсегда. Я тоже хотел раз и навсегда, но вот получалось все время так. Солнце тоже высадится на закате дня. А-а-а! Открытых. А-а-а! Субтитры подогнал «Симон»